Всем доброго времени суток! Доброго времени суток, несмотря на то, у кого какое сейчас время. И пишите, пожалуйста, в своих комментариях, из какой точки мира вы нас смотрите, у кого какое сейчас время на часах. Вот я с чем езжу, у нас прошел тут ураган. Я вожу с собой ножовку, потому как мало ли что может быть еще какие-то приключения. Видите, как береза у нас тут повалила. Вот, если видно, вот это вот я тут пилил этой ножовкой, чтобы выехать. Некогда было мне бегать и заводить бензопилу, и мне было проще, в общем, ножовкой быстренько обкромсать. И вот еще наклонилась одна береза, и там за ней еще два дерева. Должна приехать специальная служба, и это все у нас здесь попилить. Вот еще одна наклонилась. И вот у нас бахнулись до этого. Уже попилить успели. Вот в таком мы живем лесу. Когда ураган. Ну, слава богу, что не у нас там на участке и далеко от дома. И как ранее я уже обратился к вам. Пишите, пожалуйста, которое время у вас сейчас на часах. С какой точки мира вы нас смотрите. Делитесь, пожалуйста, своим настроением. Как это делаем мы в наших видео. А вы делитесь своим настроением в ваших комментариях под наших видео. Не забывайте подписываться, лайки. И если есть желание, оставайтесь с нами. Как я и говорил в предыдущем видео, я уезжаю с утра. В этот раз, скорее всего, где-то на неделю. Или буду то приезжать, то уезжать. В общем, такая ситуация. Мне это необходимо на данный момент. И в дороге постараюсь смонтировать видео. Ну, и, собственно говоря, если вы его смотрите, значит, у меня получилось когда-то там в гостинице смонтировать это вот последнее видео, которое вы сейчас смотрите. То видео, которое вы сейчас впереди увидите, это мы снимали в течение определенного там времени. Не помню, ну, наверное, недели две. Ну, и в общей сложности это все соберется в один какой-то контент. И тем, кто по сию минуту остались с нами, приятного всем просмотра. У него всегда беленького вот этого ищешь. Ты он или она? Пойдем посмотрим. Этих надо отогнуть. Свет включай. Ну, и ничего там не видно. Тихо, замри. У МЧС есть минута тишины. Пошевели ее немножко. Я боюсь ее шевелить. Куда? За хвост или что? Угу. Ой. Пищат там. Или это она? Ну, надо ее немножко еще потревожить, чтобы понять. Пищат. Пищат. Пищат? Пищат, пищат. Она так не делает. Что если делать? Перчатки нести? Или не лезть туда? Пусть сидят, как сидят. Перекладывать, может быть, туда тогда. Ой, а куда? Ну, взрослых все. Сюда пусть теперь со всеми тусуются. Ну, вариантов больше нет. Я не знаю, что сделать. Пусть они будут со взрослыми уже. Как будет, так и будет. Как Бог даст. А может, надо дождаться, когда она выведет их, а потом уже делать это все? Сама выведет? Ну да, как-то. Ну, там досидеть надо, на самом деле. Ей до конца бы. Ну да, может, там яйцо еще и... Слышишь? Угу. Ну, покажи одну хотя бы. Я боюсь. Ну, не покажешь, кто у тебя там, сколько их там? Ну, я не думаю, что все. Ну да, точно нет. Ну все, ладно, давай оставим тогда. На сутки еще так, наверное, нет? Ну да. Потом посмотрим, да? Пикают, ага. Закрывать ее или сам закроешь? Я закрою сейчас. Вот получился, в конце концов, вот такой сыр, который я вам показывала, как я его готовила. На вкус еще не знаю, какой. Дело в том, что, если кто-то помнит, я говорила о том, что этот сыр без закваски. Он с сычужным ферментом, с хлористым кальцием. И вот такой вот получился. Пошли там все на поле пастись. И вообще она должна была где-то, ну не знаю, как я посчитала, правильно или неправильно. Сегодня 21 день. Секунду, подожди, я уберу сама. Отойди. Спокойно, курочка. Это не по твою душу пришли. Кирпич отодвигай. Один? Снимай сверху аккуратно эту корову. О, пи-пи! Маленький какой. И что делать дальше? Она напряглась. Оп! Уполз, видела? Можешь поднять ее? А как ты ее поднимешь? Давай ты. Я боюсь. Такая же смелая. Ну давай, давай перчатки. Ну я не возьму их, я только... Нет, ты ее подними. Ай! Один! Один, и она на яйцах сидит. Яйца все пустые, значит, не трогаю. Не трогаю, пусть пока тогда. Один. Наверное. Ладно, пусть сидит. А ты что там? Сочувствующие? Ругаетесь? Пойдем, пока нас тут не заклевали. Собрали сегодня огурчики. С утра пораньше. Вчера. Нет, позавчера обманывала. Позавчера было тоже столько. И за сегодня, и завтра, бог даст, еще нарастет. Сегодня будем солить. Всем доброе утро. Мы идем проверять цикляк. Так, закурару. У этой курочки шея облысела. Сейчас опять стала зарастать. Ну, что там у нас? А что ты не думаешь? Давай ты, пап, я боюсь. Чего бояться-то? Антициплина, Таджула. Не, я боюсь, давай ты. Не люблю ее, и она будет нападать на него. Ладно, ладно. Вон один вылез опять. Попиши. Он он маленький. Оп, спрятался. А может, там еще кто-то есть? Сейчас посмотрим. Ипши, ну, наверное, она склевала, а не младенец тут. Давай, покажи нам. Ну, покажи, что там у нас. Ах, какой-то рыженький. Двое. Давай я уберу. Ладно, они кушают это. Еще один рыженький. Ну, все, 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 сиди. Ну, двое больше нет пока. И она сидит, ладно. Пусть никуда они не денутся пока еще. Все, простите, простите. Такой рыжий, правда. Ёдный. А я вчера вам не говорю, прикинь, какой-нибудь рыжий выведется. Ой, прям так и сказала. Да, прям можешь мы его спросить? Хорошо, я сделаю как в видео чик-чик и покажу. Ну, все, давай, не будем им тут мешать. Может, еще штук 10 вылезет. Сейчас буду отрезать больные покусанные листья и опрыскивать водой с уксусом и с хозяйственным мылом. Мы ничем химическим не поливаем, не опрыскиваем, поэтому будем бороться народными средствами. Беспощадно отрезаю поврежденные и объеденные листья. И еще почти целое ведро набралось покусанной ботвы. Ой, не ботвы, листьев. А, вон еще один листик нашелся. Сейчас отрежу его. Я не помню, сказала я или нет, но, в общем, вот эта вот горчица, которая у меня посыпана везде, это тоже по совету интернета о том, к тому, что можно победить тлю. Нам порошок не помог. Теперь будем травить уксусом и мылом. Вот из этого замечательного прибора. Вот такое у меня получилось. Вот, надеюсь, что еще какие-то листики нет-нет достались, но буду смотреть. Потом вам расскажу, чем эта вся затея закончилась. Сейчас я вижу пока только вот здесь и там один баклажанчик. Не знаю, вам видно, нет? Но, надеюсь, на урожай. Вот здесь у меня растут такие замечательные огурцы. Но они свое отдали. Завтра я буду здесь все это убирать, потому что выросла уже новая рассада. Вот огурец, который остался на семена. Семена будем отсюда брать. И буду сажать уже другие рассады, как я уже сказала. Подросла. Ну, а тут вот что-то там, последние какие-то издыхания. Все уберу. И сегодня уже времени не будет. И все это пойдет на свалку. Вот мы с Катей набираем черную землю, мама попросила. Поставим ее в теплицу, чтобы она грелась. Вот хорошая форма. Катей набираем черную землю. Нет, это полное место. Нет. А это куда? А это куда? Вон один вероятец. 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 чем этих цыплят, которые подрастают, в общий курятник сразу отправлять, чтобы не было там каких-то болезней ими подхвачено. В общем, решили так пока обойтись. Тихо разговариваю, потому что ну пусть спят, чтобы не всполошились тут все. Ну и вам заодно показать такое мирное существование. С утра пораньше, когда я встаю, обычно эти потихоньку тут ходят, там покушивают что-то. А младенцы там вместе с мамочкой еще пока находятся, но я потом выпускаю. Но какое-то время все равно младенцы еще там под мамой. Ух ты, у нас тут полеты гусей. Первый выход мамы у нас на свободу со своими птенчиками. Она здесь моется, малые что-то там поклевывают. Мы ее выпускали помыться, у нас тут разные есть места, где у нас курицы моются, куры моются. Ну она бежала опять к птенцам. Ну понятно, что мы сразу ее опять сажали, потому что я ее отпускал под присмотром. Ну и смотрел, как она себя поведет. Вот если бы она стала мыться, то ну или подождал бы, или оставил ее, пока она помыла бы, пока эти находились там у себя в своем доме. Но вот сейчас вместе с ними первый раз выпустил птенцам у нас где-то, сколько-то там дней, не знаю, мы особо не следим за этим. Следим главное за питанием, за водой. Ну вот, оставлю пока так, понаблюдаю, надеюсь, ни одна птица не унесет тут у нас небо, не атакует. У нас уже были такие случаи. Благодаря тому, что я рассвистелся вовсю, удалось поднять эту хищную птицу, даже не знаю, кто это был, в отдалении было в небо. Потом также, как всегда, мы обрабатываем перекисью и йодом. Знаю о том, что йод может сжечь, но из нашей практики йод это лучшее средство, нежели зеленка для животных. Ну и, в общем, все удачно всегда заканчивается уже не первый раз, не первый случай. Так что, пользуемся, в общем, мы йодом. Что такое? Напряглась, да, но не буду сейчас снимать. Так что, пользуемся мы йодом, который нам святитель Лука великодушно оставил на этой земле. Воины Ясенецкий. И очень сильно нас выручает, у нас йода много закуплено. Он недорогой здесь, слава богу. Вот на эти всякие случаи. И перекиси очень много у нас. Тоже на эти случаи. Никогда нет, не то, что там гангрены, а вообще распространение дальше других вещей. Перекисью мы останавливаем кровь у любых животных. Дожидаемся это недолго. Затем обрабатываем йодом. Ну и, в общем-то, вот так вот. Ну и ту курицу тоже удалось. Мы не засняли это все. Это было в тот период, когда мы еще не снимали особое видео. В общем, вот на фоне того, как моется курица, рассказал вам. Ну-ка, что тут сейчас у нас намечается. Мама делает вид, что их тут нет. Ну, а ты чего тут ждешь? Взрослые, как вот тоже мы видим, не лезут к малым, малые к ним не лезут. В общем, нормально все. У всех своя жизнь. Иногда очень интересно за этим понаблюдать. Особенно то, как вот моются куры. Вон один рыженький, который, вон там, если видно, притаился, в теньке лежит. Наелся. Он спит, прямо у него голова падает. На видео не видно. Они периодически так едят, едят, наедятся, потом плюхаются, и прям голова такая. Стоит, стоит клюв вниз. Все, спит, значит. В общем, они моются так. Вот каждая перинка. Мы с Анечкой поднимали как-то курицу и смотрели. Там кожа абсолютно вся облеплена пылью и вот этими вот грубыми песчинками такими. Которые вот их устраивают. У нас и золы много. По-первых, у нас... О, сейчас опять целая речь у меня получилась. Ну ладно, кому интересно, можете дослушать. Там вот, где мы готовим, мы специально так золу оставляем. И тем из наших, из нашей домашней птицы, кому надо именно в золе побыть, они там и купаются. То есть они все места знают. Ну, в основе своей они вот здесь вот купаются. В этом черноземе или как, не знаю, здесь им больше нравится. У нас даже было как-то... Да, но наша собака отравилась. Тоже не засняли, это интересный момент был. Ничего не ела, не знаю, где, что съела, может быть, когда гуляла по лесу. Что-то там, не знаю, от птицы какой-нибудь, животного. Ну, в общем, не знаю, не ела. Она вялая ходила. Думали, или клещ, или еще что-то. Потом смотрим, она усиленно стала кушать у нас золу. Ну, не золу, а вот дровесные вот эти вот остатки. Вот прям поедала. Потом ложилась. Потом ее там вывернула. Потом она опять поела воду. И вот так это продолжалось пару дней. На третьи сутки стала носиться, как ни в чем не бывало. Вот кто ее учил, что надо принимать активированный уголь. Так что живем тут вместе с животными. Интересные вещи для себя узнаем. Вот спит вот там, вот рыженький. Прям спит. А я как дурень. Оп, 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 проснулся. Показать тебе. Ты такой красивенький. Ага, эти постоянно ездят. Надо как-то заснять. Вот не получилось с первой мамы. Залазит на нее прям вот втроем иногда бывает. И катаются на ней. Она их не стряхивает. Молодых катает на себе. На спине прям. Видите, как извивает? Вот, вся по кругу. Давай, намывайся. Там вас ждет вкусная еда. Чистая вода. Будете там отдыхать потом. Малые у нас в этой части находятся. А подрастающее поколение у нас здесь. Смотрю еще голову. Кручу других. Еще трех. Ну, бегают здесь. Знаем, что есть птицы. Знаем, что надо делать растяжки. Ну, ничем мы этим не занимаемся. Растяжки эти не делаем. Ну, как есть у нас. Так и есть. О, Дана следит. Если что, там лает на присутствии чужих. Уже несколько раз было, когда лису мы так отгоняли. Потому что у Даны сразу шерсть дымом устает она. Вот. Так что вот так это выглядит. Несколько раз было так, что курей уносили лисы. Мы об этом тоже не снимали. Делали никакого репортажа. Повадились. Ну, потом нас научили, как сделать так, чтобы лисы больше не вадились. И уже как месяца три не было ни одной. Но, видать, на эту территорию пока другая лиса не пришла на смену. Также и птицы уносили у нас из-за курей. Ну, ничего не сделаешь. Опять-таки, поначалу как-то вот это все не вязалось. Думали, ну, как так? Вот надо что-то делать. Ну, как этот участок вообще перегородить физически? Ну, это просто абсолютно нереально. А потом так случилось, что у нас народилось ровно столько птичек опять, сколько мы и потеряли. Так что и еще даже больше будет потом с ними, что у нас тут произошло. Еще какой интересный случай. Так что сколько у было, столько и прибыло. Ну, надеюсь, что не попустится так, чтобы у нас всех их тут передавили, передушили. Значит, животным тоже надо было покушать. Наверное, как-то так. Извините, солнце стоит, жарко, утро у нас сегодня. Не одел футболку. Простите, стараюсь сильно не снимать себя. Решил пообщаться, поговорить, поделиться такими отдельными моментами. Так что как-то так. Решил как-то поделиться с вами вот этим, тем, что есть. Ну и поехали. Еще что-нибудь поснимаем, вам покажем, если вам это интересно. Ну что случилось? Что так тебя беспокоит? Что так тебя беспокоит? Что-то беспокоит, да. Ой, муха помешала. Что-то беспокоит тебя, да. И не идут к тебе и гулять. Не гулять, не играть, не идут. Все, налаялась, да. Налаилась. Никто нам не мешает теперь. Ух ты, господи, мухой подавилась. Ох. Решил заснять тебя. Подрали тут у нас нашу Данку. Сцепилась она в бою. С собаками. Что, палок нагрылся? Наверное, палок нагрылся, ага. Две раны оставили. На губе, вон у глаза. А то важно так с ними сцепилась. Да, Дана? Да? Охраняешь? Еще у нас пошли первые помидоры. Это какой, третий, да? Помидор? А, ну нет. Спелый. Спелый. Мы салат ели. Ну, штук 10 сорвали уже. Простите. Ну, плохо идут. Это какой-то он странный получился. Я ем. Не замечаю. Думал, их штуки три всего было. Ну, ладно. Это не в моей компетенции. Сорвали этот помидор. Из него сейчас сделаем яичницу. Затем из вот этого, как это называется, кабачок? Кабачок. Из кабачка жарим сейчас. Вообще великолепные, такие классные. Оладьи, да? Угу. Таких у нас вот он был. Это вот какая? Четвертая часть его, да? Или третья? Третья. Третья часть. Вот таких еще, ты говоришь, 10 у нас, да? Ну, да, там много. Не знаю, не посчитаешь. Ммм. Предлагаю заморозить. Кто занимался заморозкой, напишите, пожалуйста, резать. У нас большая морозильная камера такая есть. Стоит этим заниматься или нет? Или они как в воду потом превратятся, когда их будешь размораживать? А, вот дощечка еще вот такая. Две штучки я сделал. Надо еще сделать. Тоже экологически чистая. Вырезал ее. Ничем не обработана. На доске. Она же не пахнет после того, как моешь, да? То есть нет вот этих вот всяких каких-то ненужных запахов, так скажем. Тоже вот классная вещь такая. Сделал здесь стоки такие. Ну, в общем, вот так немножко с утра поснимал. Сегодня у нас суббота. Шашлыки будем жарить. Сейчас маринуем. Когда-то, наверное, расскажем. А кто у нас тут? Пришел. Не снимайте меня, да? Я некрасива. Аня, скажи, сколько времени? Двенадцать. Сколько? Сколько? Двести двинадцать. Ну, как так, Аня? Давайте обедать уже надо. Ну, как так? Обедать уже надо, а не завтракать. Да. Доброе утро. Доброе утро. Не хотят с нами тут спать. Спят вот в том домике и все. Аня, выгляни, скажи, чем вам там нравится? Всем там очень нравится. Все. Всем там очень нравится. Здесь кипит чайник. А там? А здесь у нас что-то, Ира, сделала? Чай завариваю. Малиновые, смородиновые, листья лаванда. И я делала уже на зиму чай. Вот это смородина. У меня тут все горит, и я не успевала сорвать свежие. А вообще свежие, наверное, лучше, хотя не знаю. Вот сейчас зальем кипятком и будем пить. Когда мы последний раз чай покупали? Года два назад. Вот такой хлеб мы испекли вчера. Мы, в принципе, которые постоянно печем. Делаем закваску бездрожжевую. Уже много лет. Правда, вот сколько лет уже? Лет пять, наверное, да? Да, больше, наверное. Больше уже. У нас мы все экспериментировали. Разные хлебопечки покупали теперь. Купили, уже остановились на одной. И печет она хорошо. Ну да, лучше ее это сто процентов нет. Вот такой хлеб получается. Мы действительно, можно сказать, специалисты с опытом на эту тему. И в плане бездрожжевого хлеба, и в плане марки, именно которую мы приобрели. Эту хлебопечь просто шикарную. Сами видите структуру, он вкусный. Ира уже научилась мерно и пропорционально добавлять всякие виды муки. И отруби, да, у нас здесь есть. Иногда семечки добавляем, иногда сжженым сахаром делаем. Комментируй, что там было с твоими глазками. Ну, с твоими глазками. А? Что было с моими глазками? Они черные были. Ну, потому что я вчера не смылась. А ты красишься? Да. Как так? Ты живешь на хуторе, на природе? Для животных красишься? Я же выходу гулять. А, выходишь к животным в рейс. Ну, ладно. Не выспалась, да? Нет. Отстаньте от меня. 12 часов. Надо было в 2 проснуться. Да. Катя с утра пораньше встала и завтрак делает. И яичницу нам жарит. Конечно. Я молодец. Какая молодец. Прокомментируйте. Что прокомментировать? Ну, что вы с утра пораньше? Тут у нас на кухне. Уже на ногах. Да. Нем на ногах. Крестик поправь, пожалуйста. Ночи на ногах, с утра на ногах. И везде все скрываем. Ты крестик даже не нашла рукой. Больше нет комментариев? Нет. Я не знаю, что можешь сказать. Своё оправдание. Ну, хотя бы типа того. Всё намылось. Теперь они у себя. На новом месте. С крапивой. Из опыта. Предыдущие тоже вот мы ставили на свежую. Тоже вот эту крапиву. Крапиву. Не рубили её. Всё они благополучно сами склёвывают. Но только нужна вот такая вот молоденькая поросль. Вот этого вот крапивы. Так что вот так мы переставляем. Сейчас яичком ещё и кашей гречневой покормим. Очень хорошо она. Выражусь так. Заходит пшено. Варёная гречка. Ну и так ещё вот подкормка. Вода свежая. Растут великолепно. Растаёт вот в таких. Это вот наша красавица, которую мы спасали. Которая у нас запоносила. Которая были большие проблемы. Пусть мы подрали пузо недавно. Вот я говорил. Слава богу. Бегает, носится, как и оставшиеся опять. Завтракаем. Сварили колбасу. Пожарили оладьи. То, что вы увидели уже. И лишницы с помидорами. Катя готовит кабачки на зиму. На зиму и на сегодня. На зиму и на сегодня. Вот сколько мы уже сделали. Понимаешь, что их не на секунду надо класть? Ну, пожарится как бы. Вот ещё вот это всё осталось. Это, может, завтра уже пожарим. Катя их сначала обваливает в муке. Это специи, соль. Потом в воде. И потом вот так вот жарит. Спасибо всем подписчикам за ваши советы. За то, что распознали колорадского жука. Вашими советами воспользовалась. Обработала. И вот они, в принципе, баклажаны уже выглядят хорошо. Довольно-таки есть кое-где места, где поджёвано. Но в основном всё хорошо. И даже появились баклажанчики. Ну, не буду показывать. В общем, есть завязи теперь. И большое всем спасибо. 482 грамма. Такой помидор. Вот такой перец вырос. Но перцы пока не спеют. Ещё зелёненький сорвали. Делай. Хоп. Какой красивый. Сегодня у нас грибов не очень много. Ну, есть. Три гриба. Может, ещё ещё найдём. Вон мухомар стоит. Собрала немного овощей. Сегодня делаю. Консервирую. Это мы вчера засолили с девчонками огурцы. Сделали салатики. Потом покажу. Сегодня собрала немного. Я сегодня одна. Аня пошла гулять. Катя на работе. Поэтому вот у меня огурцы остались. Сегодня не буду собирать уже сильно много всего. Потому что вечером ещё грушевое варенье буду делать. В общем, перцы запеку в духовке. И закрою в баночке. Замариную. Помидоры сделаю с луком, с маслом. И с огурцами что-нибудь сделаю. И потом покажу эти заготовки. Мне всё равно их надо из одеяла вытаскивать. Покажу то, что мы вчера наделали. Как обещала, показываю. То, что мы намариновали. Вытащили огурцы. Были приоросшие. Сделали салат с помидорами. И просто огурчики засолили. Вот ещё. К тому, что было сделано. И это ещё не всё будем дальше делать. Вот такие помидоры собрала. Сегодня будем делать томатную пасту. Взвесила, не удержалась. Вот этот помидор. Он весит 655 грамм. Ну, эти тоже большие. Таких ещё, слава богу, достаточно много. Всё. Ещё помидорок, огурчиков. Мы сейчас делаем томатную пасту. И ещё кое-какие соленья. Это вчерашняя заготовка. И ещё. Срезала я с утра листья перца. Пока не жарко было. В теплице очень много наросло. Были на самом деле лишние. Вот сейчас залью их водой, чтобы они помылись. Чтобы, если там есть частички земли, всё это отстало. И потом покажу, что делаю дальше. Ты спишь? Показываю дальше листья перца. Я помыла, бросила на дуршлаг, чтобы они стекали. А в кастрюльке у меня кипятится вода, где я буду их боншировать, эти листики. Ну, все знают, что такое боншировать. Вода закипела, листья опустили, 2-3 минуты подержали в этой воде. И потом достаёшь. Уже поздно. Вот мои листья. Я говорила, что с ними делала. Про боншировались они. Сейчас я выложу их сюда, в этот дуршлаг. Они будут лежать, остывать. А потом надо будет их просто пересыпать солью. Листья остыли. И я до этого рассказывала о том, что я просто в банку складываю, докладываю. Вот сейчас у меня есть эти листья. Они лежат и ждут своего часа. Теперь я, по идее, по рецепту положено каждый листик пересыпать. Но это такая кропотливая работа. Не знаю, может быть, она имеет смысл. Но в итоге всё, как по моему мнению, оно всё в банке пересолится. И в прошлом году делали так. И до этого всегда, когда узнали этот рецепт, делали. И всё нормально получалось. В общем, кладу листья и пересыпаю их просто солью. Иногда делаю вот так. Насыпаю на эти листья соли хорошо, не жалея. Потому что они всё равно потом перед приготовлением будут вымачиваться. Пересыпаются, складываются и лежат в банке. Ничего с ними не случается. Но, конечно, банку я держу в холодильнике. И всё с ними замечательно. Они просолятся, станут пожёстче. И потом доставать при надобности. Сейчас они должны просолиться какое-то время. Потом при надобности достаёшь, замачиваешь на ночь. И потом готовишь с мясом или как постное блюдо. Просто с луком обжариваешь. Очень вкусно. Нам нравится. Можете попробовать. Трамбовываешь. Ну, так слегка. Без фанатизма. Не так, чтобы сильно они там были. Ну, лежат и лежат. Они все в воде и не в соли. И я не следил за твоим процессом. Я так понимаю. То есть ты вот так поэтапно, потом это всё и делаешь. Вот ещё, мне кажется, это важно сказать, да? Ну да, можно так. То есть вот ты закончила. Я имею в виду, ты в следующий раз опять их там сострижёшь, да? Да. Сколько получится, какая там кучка. И ты точно так же их вываришь. Это будет в холодильнике ждать своего часа наполнения. Да, я буду дополнять. Можно было взять маленькую баночку и каждый раз новую делать. Ну всё, теперь понятно. В общем, не имеет. И потом полная уходит. Ну, в подвал можно поставить. В подвал в полный. Собрала перцы. Хочу законсервировать на зиму. Тут немного, наверное, 2 литровой баночки, может быть, получится. А потом подожду, когда следующие поспеют. Спеют они, слава богу, хорошо в теплице. Вот. А потом покажу, что получится. Перцы буду жарить на сковороде. Потом складывать в банку, заливать кипятком. В банке, кроме перцев, будут лежать ещё чеснок, сахар и соль. И немного уксуса. Мы раньше так делали. Ну, вкусные перцы получаются. Нам нравятся. Всё запотело. Вот так выглядят перцы. Сейчас вот эти самые зажаристые я буду складывать в банку и заливать кипятком. Складываю жареные перцы в банку. Здесь у меня жарятся те, которые ещё не дожарились. И бросила новые. Я так полагаю, что 2 баночки у меня литровые получатся. Опять баночки разных сортов и видов. Но это не всё. Это перцы, понятно, не надо их подписывать. Вот это яблочное варенье. А это нежность, напишешь. Так и писать нежность. Так и писать. Сама нежность. Сама нежность. Нежная, нежнейшая. Она нежнейшая. Ну вот, грибочки нас собирала. Конечно, мало что видно. Ну, наверное, 3 четверти ведра. Ну, вот такой вот сбор грибов. Вот так сидит у нас утка. На грибла там себе наделала пуховую перину. Такую пухонадёркала. Сидит она уже очень давно. У неё там утиные, гусиные и куриные яйца. По срокам, которые существуют, цыплята уже должны были вылупиться из куриных яиц. Но тут ничего не вылупляется. Она упорно сидит. Утиных не будет. Яиц там ничего. Ну, и гусиные, если будут, то, не знаю, ещё через неделю только. Ну, пока вот так. Ну, не уходит. Сидит. И толку нет. Да может, лапку посмотреть. Ну, папа просто её убрал двумя руками. Вот так брать? Да-да. Только с обеих сторон, да. А чё так яиц мало? Ну, а чё так яиц мало? Она тебе, значит, забраковала. Вот это? Да, вот это вот. Лапа у неё. И пузо у неё голое. Ну, или должно быть так? Ты моя хорошая, беззвучная утка. А пузо чё? Ну, ты видишь, чё? Всё, 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 всё. Отпусти её, пусть сидит. Ну, пусть сидит, не знаю. Чё? Яйца пустые, наверное, все? Может, и пустые. Ну, наверное, если оно всё пустое, так и слезет она с них. Ладно, пусть сидит, бедное животное. Ну, всё, 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 всё. Всех прогони. Субтитры подогнал «Симон»